Пандемия изменила режим работы сотрудников действующих предприятий и внесла новые правила. Безопасность на первом месте. В крупных компаниях и на промышленных площадках за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм следят стюарды. Насколько строгие требования на фирме, изготавливающей солнцезащитные системы, узнавала наша съемочная группа. Как вы себя чувствуете? Жалобы на самочувствие есть какие-то? Чтобы обезопасить своих сотрудников, в фирме Калитапа сменно дежурят шесть стюардов. Начинают с порога. Измеряют температуру, следят за дезинфекцией рук и выдают комплекты защитных средств на день. Только так можно приступать к работе. Одна пара перчаток и четыре масочки на смену. Заместитель начальника производства, а по совместительству стюард. Сегодня за соблюдением санитарных мерцеху следит Олеся Синицына. Прямо на месте или по камерам контролируют, чтобы все строго соблюдали социальную дистанцию. Раз в час дезинфицируют руки сотрудников. Каждые два часа обрабатывают все контактные поверхности. И, что особенно важно, проверяют правильность ношения средств защиты. Леночка, одень, пожалуйста, маску правильно. За каждое нарушение отстранение от работы. Руководство предприятия принимает все меры, чтобы опасная инфекция не распространилась. Когда обрабатываем контактные поверхности, соответственно, так же проходим и все меняют маски. У каждого есть пакетик. То есть они не бегают каждые два часа выбрасывать. Есть пакетик. В конце дня собрали, стоит зиний бак мусорный, и туда мы утилизируем. Во всех помещениях влажная уборка несколько раз в день. Обработка помещений дезинфицирующими средствами. Еще одна мера безопасности – минимум контактов. Для этого работают в две смены. Суровые меры оправдали себя. На производстве солнцезащитных систем никто не заболел. На текущий момент на предприятии работает 111 человек. Все сотрудники, которые имеют возможность работать удаленно, находятся на удаленной работе. Далеко не все вышли на работу. Безусловно, люди тоже опасались за собственное здоровье. Мы ввели очень жесткие меры, потому что понимали, что если кто-то у нас заболеет, то могут остановить все предприятие. Несмотря на то, что компания-производитель лидирует в своей сфере, пандемия нанесла существенные убытки. На две недели предприятие пришлось полностью остановить, а выплаты сотрудникам сохранить. Работать в полном объеме производство начало только 18 мая. В апреле спасла государственная поддержка. Мы изучали все меры, которые помогают в помощи государства средним и малым предприятиям. И мы на текущий момент попали под меру уменьшения выплат на 15% страховых взносов. Что, собственно говоря, для нашего предприятия оказалось очень значимым, поскольку огромное количество человек работает, большой фон заработной платы. И для нас это оказалось очень значимой мерой. Еще одно подспорье компании на сегодняшний день – интернет-продажи. Благодаря современным веб-инструментам фирма не сбавляет темпов по возвращению прежних объемов производства.